Новый 2022 год на территории Артемовского городского округа начался спортивными мероприятиями по самым массовым видам спорта – футбол и волейбол. Заведующий отделом по физической культуре и спорту администрации Артемовского городского округа Юрий Чехомов рассказал представителям средств массовой информации о спортивных мероприятиях первых дней наступившего года. В «Сигнале» прошли следующее соревнование, это 4-го числа очередной тур межмуниципального оперенства Восточного управленческого округа по мини-футболу среди детских команд. Это 12-13 лет возраст, 4 команды, там принимало участие 2 команды с Рижевского района. Между собой не сыграли, наши 2 команды – это «Сигнал» и «Десуша-25». У них это очередной тур, он закончится в марте. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Сигнал» прошел рождественский турнир по волейболу среди мужчин и женщин, который в этом году оказался массовым, потому как в нем приняли участие 56 человек, а результаты распределились следующим образом. Среди женщин первое место – это 17-я школа, второе место – это юность команда, село Шогринское, и третье место – это «Десуша-25». Мужчины – первое место – юность, второе место – команда «Восьмерка» городская, и третье место – это тоже 17-я школа, село Шогринское. Рассказал Юрий Чехомов и о первенстве Артемовского городского округа по городошному спорту, посвященный Рождеству, в котором приняли участие шесть спортсменов. Оказывается, заводделом спорта сам является давним поклонником этой древнерусской игры, которая на самом деле не так легка и проста, как может показаться на первый взгляд. Любителям этого вида спорта надо тут обратить внимание, значит, что это наш русский вид спорта, по нему у нас, в принципе, много и заслуженных спортсменов, и мастера спорта в свое время готовились, но сейчас в «Сигнале» продолжают заниматься, пожалуйста, тем, кто хочет заниматься, пожалуйста, приходите, узнавайте. В новогодние праздники в Артемовском впервые прошли соревнования по фехтованию по виду рапира. Тренер Акрам Негафаров вывел своих участников на турнир, тем самым познакомил артемовцев с этим красивым и очень интересным видом спорта. Турнир, я считаю, прошел очень достойно. Там 13 человек пока принимало участие, это семь юношей и шесть девушек. Но, тем не менее, значит, захватывающие поединки показали. Значит, там все это, конечно, технически должно быть более оборудовано, но, тем не менее, пока есть такая возможность. И, в принципе, эти соревнования уже первый раз у нас были проведены. Я надеюсь, в будущем более массово это будет и, так скажем, на постоянной основе. Практически на финишной прямой праздничных дней 9 января прошел очередной тур первенства Восточного управленческого округа по мини-футболу среди детских команд, а также первенства города по мини-футболу среди ветеранов. Детская команда 10-11 лет. Было три команды. С села Деево приезжало, ША-25, и Сигнал между собой. Они играли тоже так же. Кончание этого турнира будет в марте. Тогда можно будет подвести итоги. Ветераны с 50 лет провели рождественский турнир по мини-футболу. Сигнали три команды выступала у них. Это городская команда, Сигнал-станция, Сигнал-молодые. Они себя назвали, но это 48 лет им было. У нас более старшие показали свою опытность и заняли первое место. Вот молодые в этой категории на третьем месте на почетном оказались. Ну их было три команды всего. Тем не менее, молодцы. Футболисты, ветераны. Различные спортивные мероприятия проходили в новогодние праздничные дни и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Уралец». Одним из первых в новом году прошел большой массовый рождественский турнир по мини-футболу среди мужчин. Восемь мужских команд было, Артемовских. Они разыграли кубок. Первое место заняла команда под названием Андреевские бани. Ну это работники железной дороги. Ну вот так у них, конечно, такой коллектив дружеский. И ПЧ-25, так себя они решили назвать на этот турнир, второе место команда «Шахтер» заняла. Юрий Чехомов отметил, что январь будет насыщенным месяцем на спортивные мероприятия. Это турнир по мини-футболу среди юношей и среди мужчин. Шахматные баталии первенства Артемовского городского округа по классическим шахматам среди взрослых пройдут в ДК «Попова». Участников и болельщиков ждет межмуниципальный турнир по настольному теннису памяти Павла Карелина, а также соревнования по лыжным гонкам. Пройдет и 27-й турнир по мини-футболу памяти Сергея Трифонова среди ветеранов, а также межмуниципальный турнир по волейболу среди смешанных команд. Приходите, участвуйте и поддерживайте свои любимые команды.